Культурная столица Культурная столицы Европы. Официальная церемония его закрытия под названием «Счастливый финал» назначена на 22 декабря. В этот день всех, оказавшихся в Таллине, ожидают множество уникальных событий. Так, для бесплатного посещения будет открыто большинство столичных музеев. Любители истории о море, пиратах и прочих приключений смогут послушать присланные из разных стран рассказы, которые будут читать профессиональные актеры. Для любителей музыки свои двери откроют таллинские церкви, где пройдут различные концерты, причем не только религиозной музыки. В 20 часов 11 минут нас ждет, можно сказать, кульминация закрытия культурной столицы. Все церкви Таллина, которые молчали на протяжении многих веков, колокола, которых молчали на протяжении многих веков, зазвучат. И зазвучат они в унисон, и таким образом появится единое музыкальное произведение, которое можно будет слышать во всем старом городе. Конечно, будут места, где будет слышно лучше всего, и можно прийти на площадь Вабадусы, где мы хотим зажечь свечи, и всех людей, которые соберутся там, мы хотим всем предложить взять свечи из дома с собой, и таким образом в этот день отметить завершение культурной столицы. Напомним, что одним из масштабных проектов культурной столицы является реставрация ангара в Гидрогаване, в ходе которой некогда заброшенные здания превратятся в один из крупнейших музеев Таллина. Здесь посетители смогут побывать внутри настоящей подлодки «Лембет», попробовать свои силы в различных симуляторах, пострелять из пушек, да и просто проникнуться морской темой. Общие такие реставрационные и строительственные работы, это будет кончено конец этого года. И когда здесь будет 22 декабря, это такое торжественное событие по поводу этого культурной столицы, тогда уже видно. Но экспозиция и музей в полном виде, это будет 11 мая следующего года, тогда это будет торжественное открытие, и, наверное, это будет пятница, и мы наведем и субботу, и воскресенье здесь тоже какие-то мероприятия, и тогда это все будет уже готово. После финального аккорда, церемонии, закрытия культурной столицы, всех желающих ждет еще один сюрприз. На берегу Балтийского залива в зоне для круизных лайнеров состоится проект под названием «60 секунд одиночества в году ноль», в рамках которого многие мини-режиссеры со всего мира покажут краткометражные всего в 60 секунд длиной фильмы об одиночестве. Однако это будет единственный в своем роде показ, поскольку после просмотра всех фильмов экрана, а также пленки будут сожжены. То есть посмотреть эти ленты потом возможности не будет, поскольку копий этих творений попросту не существует. Павел Озеров, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал. А. А. Продолжение следует...